Время слишком ценный и важный, порой незаменимый ресурс, особенно когда это касается жизни человека. Сколько людей можно было спасти в годы Первой мировой войны, но к которым помощь просто не успела, не смогла добраться или же не довезла. Решение нашлось в создании санитарной авиации, проектировали специальные разновидности самолетов и вертолетов, формировались бригады врачей. Алло, Говорит Клонин, терминово-закребельная реферурка. Доброе, высылаем. Задачи были понятными, но вместе с тем нелегкими. Требовалось оказать экстренную помощь в условиях плохой транспортной доступности или как можно быстрее доставить пациента в медицинское учреждение. Сегодня у меня до хворога, вылетая в опытный наэропирург Красильникова, десятки экстренных вылетов на Ликунина Яковлевна. В Минске отряд санитарной авиации начал работу в 1935 году. Дружина состояла всего из двух аэропланов, которые могли перевозить не больше одного пассажира. Но благодаря существованию отряда несколько тысяч человек не остались без помощи в беде. А сколько раненых во время Второй мировой войны обязаны спасением тесным неудобным люлькам под крыльями бипланов? Выбирать не приходилось, а каждая секунда была на счету. В мирное время санавиация использовалась и для борьбы с эпидемическими инфекциями. В зону вспышек рискуя жизнью вылетали лучшие специалисты. Что касается последних десятилетий, медицинские полеты внутри Беларуси почти не выполнялись. Санитарная авиация раньше была представлена самолетами. И в принципе в некоторых странах, которые имеют большую протяженность и не очень хорошие дороги, так оно и сохраняется. В Республике Беларусь на протяжении 15 последних лет создавались республиканские центры экстренной медицинской помощи и областные центры экстренной медицинской помощи, в которых есть специализированные бригады, которые оснащены автомобилями, которые оснащены необходимым реанимационным оборудованием, которое позволяет достаточно быстро приехать к пациенту и транспортировать этого пациента при наличии показаний на более высокий уровень. Однако ускоренный ритм жизни и забота о здоровье каждого человека диктует необходимость крылатой помощи. К примеру, из любой точки Минской кольцевой автомобильной дороги до больницы 7 минут лета. Экономия времени в разы. У нас есть распоряжение, указ главы государства о создании санитарной авиации. В данном случае на Министерство здравоохранения в 2017 году возложена функция проведения тендера и закупки оборудования для оснащения санитарного вертолета. Вертолет будет принадлежать МЧС. Также на Министерство здравоохранения будет возложена задача обеспечения специалистами, которые будут вылетать на данном вертолете для оказания медицинской помощи. С возрождением санитарной авиации истории об оправданной надежде и спасении пациентов станет больше. Алена Чернявская, Вячеслав Будник. Утро. Студия хорошего настроения.